Рад видеть всех дорогие друзья на канале Тимоха Лайф И в этом видео я вам расскажу о секретных настройках вашего плеймаркета О которых вы даже могли и не слышать Но вы должны о них знать Итак, покажу вам одну настройку плеймаркета Благодаря которой вы сможете улучшить работу телефона в несколько раз А именно уменьшить разряд батарейки И увеличить именно те приложения, которые будут работать лучше Которые вы частенько пользуетесь И те, которые не часто используются, они как бы приглушатся Согласитесь, очень интересная настройка И стоит, чтобы вы досмотрели ролик до конца Начинаем Значит вам нужно зайти в плеймаркет И в самом верхнем углу разыскать свою иконочку Нажимаем на эту иконку И ищем пункт, который называется справка и отзыв Они внизу находятся Нажимаем справка и отзыв Мы перебазируемся вот в такое вот меню Видите, не всем будет сейчас видно, что здесь написано Но я хочу вам нужно найти пункт Как удалять и отключать приложение Он будет самый верхний Как удалять и отключать приложение на устройстве Android Нам и сюда и нужно попасть Нажимаем И здесь ищем следующий пункт Как удалять и отключать Нажмите, чтобы перейти в настройки приложения Вот этот Не первый пункт, а вот второй Как удалять приложение, установленное вами Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений Вот, хочу вам сказать, что нужно зайти сюда Дальше нас перебрасывает на вот такое вот меню Хочу сразу же вам напомнить перед этим Как вы будете это все искать, делать Что если у вас включен на телефоне черный режим Темная тема, да Или же в Play Market она тоже включается То вы этих настроек не сможете найти Так что обязательно отключите темный режим Дальше нас интересует пунктик «Еще», который расположился почти в самом низу Нажимаем «Еще» и нажимаем «Показать системные приложения» Теперь практически здесь вам включены все приложения Здесь нужно нам выбрать те приложения, которые мы редко пользуемся К примеру, смотрите сами, какие вы знаете Давайте нажмем «Диктофон» Диктофоном я очень редко на этом телефоне практически ни разу его не включал Но он все-таки в фоновом режиме работает Нажимаем вот сюда И здесь мы ищем такой пункт, который называется «Питание и производительность» И здесь «Ограничить работу в фоновом режиме» Нажимаем «Ограничить для экономии вашей батареи» Это приложение будет, смотрите Для экономии заряда батареи остановить работу приложения «Диктофон» в фоновом режиме Это поможет ограничить его функциональность и вызвать задержку уведомлений Ну, в принципе, мы никакие уведомления с диктофона не получаем А если получаем, то очень редко А он тем самым работает в фоне Если мы же хотим его активировать Мы его сразу зайдем в приложение «Диктофон» и активируем Вот таким вот образом пробежитесь по самым таким приложениям, которые у вас работают Также советую зайти в экономию заряда батареи И тоже пробежаться по всем приложениям, которые у вас не экономят заряд Вот как раз «Диктофон» в эту категорию и попал Как вы видите Ну и так стоит, конечно же Вот еще внизу можно нажать «Еще» Почитать, удалить объявление нам Это не нужно Ну и вот так вот пробежитесь по всем-всем-всем приложениям, которые у вас есть Ну а те приложения, которыми вы часто пользуетесь К примеру, я камерой пользуюсь То есть тут нужно зайти в пункты Вот эти вот как раз, которые мы только что Питание и производительность И поставить, чтобы не ограничено было приложение То есть оно могло работать в фоне, чтобы вы сразу активировали Вот так вот я делаю на своем телефоне Прохожу и вот эти все пунктики отключаю Я вам показал на одном приложении, не буду вас задерживать Вы проведитесь по всех вот этих приложениях, которые вы не используете И им вот так вот заряд ограничите, конечно же Видите, сколько их у нас У нас их очень-очень-очень много на телефоне У меня практически до 1000 штук у меня, например, приложений Tower Recorder Но здесь реально очень много приложений, которые мы даже не не пользуемся Их нужно, конечно же, ограничивать Вот такие вот настройки Если вам понравилось видео, поддержите лайком И, конечно же, подпишитесь на мой канал Потому что там будет больше интересного контента вскоре До скорого, всем пока С вами был Тимо Халай